Эмиль Композитор Георг Ридель Оператор Рольф Линстром Режиссер Оле Хелбом Сегодня Как Эмиль ездил на ярмарку Каждый год в последнюю неделю октября В Вимербии проходит осенняя ярмарка На нее приезжают не только из Лёнибергии, но и со всей округи Чтобы людей посмотреть себя, показать жениха найти, поесть сладости или поплясать Чтобы подраться или развлечься каждый на свой лад Конечно, обитатели Катхунта не пропускают такое событие Доброе утро, Альфред Доброе утро Сегодня, Альфред Да, да Сегодня кое-что наконец произойдет, да? Что? Ты о чем? Сегодня мы обручимся Ты рад? Я думал, сегодня должно случиться совсем другое Об этом писали в газете Ты имеешь в виду комету? Да Ты действительно думаешь, что она прилетит? Кто знает Если об этом написано в газете, то, наверное, это правда Жители Смоланда уже немало времени говорят о комете А в газете написано, что она прилетит как раз 31 октября И еще там написано, что комета врежется в земной шар и разорвет его на тысячу кусков Ну почему эта ужасная штука должна прилететь как раз в день ярмарки? Бедная Крёза моя, тебе ведь тоже хочется поехать с нами на ярмарку Я еще не сошла с ума, я хочу умереть дома, в Лёниберге, там, где я живу А ты скоро умрешь, Крёза моя? Ну, если человеку на голову упадет большая комета, то это конец Я вам точно говорю Осенью с севера прилетела пара диких уток И осталось зимовать на озере Я кормила их хлебом, и они пережили зиму А весной у них появилось трое прелестных утят Мама очень быстро научила их добывать корм, опуская головку в воду Эмиль, ты не хочешь сходить на ярмарку скота? Хочу Если ничего не купим, то хоть посмотрим на лошадей Хорошо, мой мальчик? А ты, Альфред, идешь с нами? Конечно Нет, ты идешь со мной в кондитерскую пить кофе Я ждала этого целый год А мы с тобой, Ида, пойдем продавать яйца и шерсть Это наверняка весело Знаешь что, мама? Нет Что такое? Нам надо обязательно купить новую тетрадь для проделок Эмиля Да, непременно Посмотри, Каида, какие огромные кочаны капусты Антон, не забудь про обед у госпожи Петрель О таких вещах я никогда не забываю Если предвидится обед, я тут как тут Я приду вовремя Эй, перестаньте Ты мне не копыта, ты мне зубы покажи Эмиль, только без глупостей Ну что, хозяин, хочешь купить корову? На твоем месте я бы долго не раздумывал Я сначала посмотрю лошадей Как зовут твоего коня? Лукас Он очень похож на нашего Маркуса Разумеется А сколько ему лет? Три года Какой ты славный конек Я бы очень хотел, чтобы ты был моим Да, неплохо Сколько он стоит? Триста Недороговато За такого коня, как этот, недорого Может, двести пятьдесят? Триста Триста? У Эмиля начинает болеть живот Куда делся папа? Хотя вытянуть из его папы триста крон То же самое, что попытаться выдавить воду из камня Эмиль знает по собственному опыту Что на этом можно сломать себе зубы Но все же надо попытаться Эмиль самый упрямый мальчик во всей Ленеберге Да что там, во всем Смолэнде Так что он не сдается И он упорно дергает за полы пиджаков всех крестьян, которые сзади похожи на отца Но ему не везет Среди этих людей нет крестьянина Антона Свенсона из Ленеберге Вот беда Есть тут кто-нибудь, кто знает меня, маленького безобразника? Потерялся мой отец Эмиль Эмиль Ах, ты постреленок Вот ты где Не успеешь отвернуться, тебя уже нет Папа Что? Потом поругаешься, а сейчас пойдем Там стоит конь, на которого тебе обязательно надо посмотреть При чем здесь конь? Ты прекрасно знаешь, что я не собираюсь покупать коня Что за выходка? Ты можешь просто посмотреть, это ведь ничего не стоит, ну пожалуйста Ну хорошо, хорошо, посмотрю 100, 200, 300, спасибо Дело сделано, отлично Я надеюсь, это здоровое животное Да, здоровое А почему конь не подкован? Ему еще не трех лет Успеется Прежде чем я поеду домой, его надо подковать Вот и не откладывай На ярмарке есть кузнец? Конечно Тогда до свидания Ну, пошел Эмиль Малыш, Эмиль Ну, перестань реветь Мы бы все равно не купили коня Это для нас слишком дорого 300 крон Ты же сам понимаешь Ну, пойдем Пойдем, Эмиль Я тебе в честь праздника Куплю кулек конфет Чего бы мне это не стоило Полакомишься вдоволь, сынок Альфред Альфред, ты невозможен Другие же обручаются Есть люди, которые ничего не боятся На самом деле, это глупцы А кроме них есть еще хитрецы К которым отношусь я Мне кажется, после того, как мы почти обручились Ты мог бы, по крайней мере, купить мне кольцо Я лучше приглашу тебя выпить кофе Ну, хорошо Еще я тебя крепко поцелую Но больше ничего не обещаю Потом я свободен Иди сюда Оставь меня в покое Кольцо я тебе не куплю Мы обручены или нет? Обручены Но вот идет наш хозяин С Эмилем Добрый день, господин Свенсон Ты тоже здесь? Конечно Давно не виделись Альфред Привет, парнишка Хочешь, верь, хочешь, не верь, Альфред Но я видел такого коня Его зовут Лукас Как раз такой конь пригодился бы нам в хозяйстве Что ты говоришь? Госпожа Петрель одна из самых утонченных дам в городе Поэтому немного странно, что она пригласила к обеду семью Свенсонов Вряд ли потому, что мама Эмиля, как всегда, привезет с собой деревенскую колбасу Ведь не может госпожа Петрель до такой степени любить колбасу Но поскольку она постоянно приезжает к Свенсонам на праздники То должна когда-то пригласить их к себе На обед подадут черничный суп и вчерашний рыбный пудинг Свенсоны приглашены к 12 часам Сама же госпожа Петрель съела в 11 часов кусочек телятины И хороший кусок марципанового торта Поскольку рыбного пудинга маловато для всех Спасибо, мы так рады вашему приглашению Проходите Госпожа Петрель, я привезла вам кружочек колбасы Надеюсь, она вам понравится Пожалуйста Какая неожиданность, а то очень мило с вашей стороны Ида А где, где Эмиль? Если бы мы знали Мальчик совершает только глупости Можно уследить за кем угодно, но не за ним Он исчезает очень быстро и совершенно незаметно Прямо напротив госпожи Петрель живет бургомистр Его сын Готфрид бездельничает в это время во дворе Когда встречаются двое мальчишек одного возраста Не успеешь моргнуть, как они уже подружились Я бы тоже хотела иметь такую шапку, как у тебя Дашь поносить? Нет, она мне самому нужна А ты бы мог дать мне свои ходули? Рискни, если хочешь Но вряд ли у тебя получится Это занятие для настоящих ловкачей Посмотрим Вот видишь? Мой нос Как ты думаешь, я смогу на них перелезть через забор? Вряд ли Я бы наверняка сумел Чудесный черничный суп Я так нервничаю сегодня Я просто вне себя Почему? Из-за кометы? Вы читали в газете про комету? Конечно, читали Весь город в смятении, скажу я вам Я слышал, это должно произойти сегодня Небо нас хранит Но, может быть, это последний черничный суп, который мы едим на этом свете Тогда я съем еще немного, пока это возможно Комета! Но, госпожа Петре Ля ошибается Это не комета Эмиль! Нет, нет, не надо За это ты целую неделю проведешь в мастерской, Шалопай Кошмар! Альма, сделай же что-нибудь Принеси холодной воды Надо охладить ей лоб и обрызгать водой Беги в кухню Здесь поможет только холодная вода Да, 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 воды Что еще? Еще? Разве так трудно сообразить? Где твой разум? Так много шума и бегать не Из-за капельки воды Я попробую Может быть, это ей поможет? Все так и происходит Вы понимаете, как полезно варить черничный суп, который годится на все случаи жизни? Ей больше не нужна холодная вода Я привел ее в чувства Эмиль! Мое терпение кончилось Ты Шалопай Не хватит всей жизни, чтобы провести в мастерской столько дней, сколько ты заслужил Невоспитанный мальчишка Человек сразу живет Моте Моте Ярмарочный день заканчивается, но люди еще толпятся на улицах, смеются, разговаривают, шумят. Потому что сегодня был особенный день. У бургомистра день рождения. И, возможно, последний день на Земле, если комета все-таки упадет. Ты уже достаточно выпил. Теперь порядок. Промочили горло и согрели желудок, да? И ноги. Налей нам тоже, не торопись. Налей. Ты же видишь, у нас пустые стаканы. Сами по себе они не наполнятся. Кто-нибудь видел такого дьявола, как этот конь? С какими только упрямцами я не имел дела, но такого вижу впервые. Это твоя работа, кузнец. Находить с конем общий язык. Ну, давай сюда копыта. Лучше я возьму дело в свои руки. Давай я подержу. У тебя тоже не получится. Ладно, давай. Как он тебе дал? Коварное животное. Этот конь ржет точно так, как Лина, когда ее щекочут. Он не даст себя подковать. Можете не рассчитывать. Многие пытались это сделать. И старый негодяй ничего мне об этом не сказал. Он меня надул. Да, да. Не злись. Ты ведь тоже не все рассказываешь людям, когда хочешь сбыть скот. Я этого так не оставлю. Что мне теперь делать с этим козлом? Пусть его забирает кто хочет. Я хочу. Ты? Это что еще за великан? Да этот конь сотрет тебя в порошок, прежде чем ты успеешь крикнуть «мама». Конечно, это просто глупая болтовня торговца с котом, потому что он не собирается никому дарить коня. Но, поскольку его слышало много народу, ему приходится выдумывать отговорку, чтобы выпутаться из этой истории. Почему бы тебе его не получить? Но при одном условии. При каком? Ты будешь держать коня, пока его не подкуют. Это условие вызывает громкий смех. Но Эмиль знает о лошадях гораздо больше, чем все они вместе взятые. Он знает, что происходит с Лукасом. Послушай, я знаю, что ты просто боишься щекотки. И я знаю, что они все равно тебя подкуют. Сделай мне одолжение. Эмиль точно знает, почему конь вырывается и ржет. Просто ему щекотно и очень смешно, когда его хватают за задние ноги. Я не буду тебя щекотать. Пожалуйста, будь так добр. Я не буду трогать твою ногу, я только буду держать твое копыто. Можно? Ты хочешь его убедить? Думаешь, он тебя послушается? Это мы сейчас увидим. Оставь его, паренек. Он из тебя фарш сделает. Не упрямся. Посмотрите-ка на него. Вот постреленок. Вы можете начинать, я его крепко держу. Этого не может быть. Как он это сделал? Ну, что ты скажешь? Этот малыш понимает в лошадях больше, чем ты. А ты заработаешь на этом кучу денег. Как только конь подкован на все четыре ноги, торговец начинает юлить и выкручиваться, потому что теперь он не хочет отдавать коня. Ну, я думаю, что этого тебе хватит. Нет, так не договаривались. Ты обещал, что он коня получит. Но это же не серьезно, мальчик и сам это понимает. Нет, что сказано, то сказано. Ладно. Забирай его. Ну, быстрей. И чтобы я вас больше не видел. Лучше быть не могло. Повезло, паренек. Спасибо. Ну, вперед. Вперед, мой конь. Давай, покатаемся. Готфрид, иди скорее сюда. Сейчас. Почему ты верхом? Это мой конь. Ты меня обманываешь. Он правда мой. Мой папа говорит, что у детей в моем возрасте не бывают лошадей. Он врет, ты же сам видишь. Что тут поделаешь? Он очень упрям и говорит, что я еще мал, чтобы иметь свою лошадь. Какая гладкая у него шкура. Это чудесный конь. Твой папа должен его увидеть. Но ты даешь. Как же мы покажем коня, когда папа целый день не выходит на улицу и даже не собирается? Понимаю. Тогда мы найдем другое решение. Какой? Величайший сын Виммерби всех времен. Это, конечно, некоторое преувеличение. Но мне приятно это слышать. Дорогие друзья, я поднимаю свой бокал и пью за ваше здоровье. Ну, что ты теперь скажешь? Видишь, у мальчика есть свой конь, а у меня нет. Кто хоть однажды сидел в праздничном зале, в который вдруг входит лошадь, тот знает, как это действует на присутствующих. Кажется, что они никогда не видели лошадей. Что за чудесное животное? Это твой конь, малыш? Конечно. Ты такой же молодец, как и твой хозяин. Просто лошадь для парадов. Ай! 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 Готфрид, мне пора. Я думаю, что будет лучше, если ты уйдешь, пока мой отец еще не пришел в себя. Да. Тебе хорошо, у тебя есть собственный конь. А у меня сегодня фейерверк. Мне бы так хотелось посмотреть. Я еще ни разу в жизни не видел фейерверк. Готфрид, давай подождем одну штучку и посмотрим, что получится. На только самую маленькую хлопушку. Готфрид, давай подождем. Маргарита, огонь. Пожар. Комета. Это конец. Помогите. Комета, мы погибли. Боже мой. Наконец-то я увидел настоящий фейерверк. Это гораздо лучше, чем просто хлопушка. Конец четвертой серии. Роли исполняли Ян Олсен, Лена Висборг, Алла Недваль, Эми Стром, Карст Алёк, Маут Хансен, Бьорн Густавсон. Совместное производство Svensk Film Industry Stockholm и RV Productions München. На русский язык фильм озвучен студией Пифагор по заказу ГТРК Культура в 2004 году.